Всем привет дорогие друзья! В данный момент я работаю над обзором Грампри Италии и как обычно стараюсь осветить в нем все закулисные события по максимуму. Ведь саму гонку и то что в ней происходило видел почти каждый. Нет абсолютно никакого смысла делать обычный пересказ всех событий, поэтому я стараюсь копнуть чуть глубже и рассказать о каждой ситуации подробнее чем это было показано по телевизору. В этот раз обзор естественно нужно было начинать с квалификации и уже в процессе развивая эту тему я понял, что слишком много фактов упирается лишь в одну команду триумфатора последних двух гонок. Так что я подумал, наверное будет логичней вынести эту тему в небольшое отдельное видео, а не городить все вместе в одном обзоре. Поэтому давайте по порядку. В третьем сегменте квалификации произошел поистине беспрецедентный случай для Формулы 1. Перед выездом на последнюю попытку все гонщики одновременно покинули боксы и начали медленно двигаться по трассе для того, чтобы оказаться позади другой машины и получить слепстрим. Никто не хотел начинать быстрый круг первым, однако в некоторых командах действовали четкие договоренности относительно того, какой пилот и когда разгоняет своего напарника. Сама идея кажется мне отличной, ведь по сути сейчас командные действия в лучшем случае ограничиваются лишь приказами из боксов. В моменты, когда нужно пропустить своего товарища вперед. Ну а в остальном, под коллективом мы понимаем лишь то, что гонщики выступают на болидах одинаковой спецификации. Поэтому обеспечение слепстрима в нужное время, в нужном месте, это хороший способ доказать, что команда, это не просто два пилота выступающие в одних цветах, а то, что именно за счет совместных, командных действий эти ребята максимизируют свой результат и за счет этого выходят вперед относительно своих конкурентов. Но как это часто бывает в Формуле 1, в дело включаются личные интересы и весь план команды сходит на нет. Ошеломленные недавним успехом Шарля Леклера, болельщики не заметили то, что в квалификации он по сути подставил своего напарника. Дело в том, что по ходу третьего сегмента, реально пилоты имеют две попытки показать быстрый круг, на свежем сохраненном и абсолютно новом комплекте, который получает каждый гонщик, попавший в Q3. Как стало известно позже, перед стартом, в Феррари договорились о том, что сначала Фетель разгоняет Леклера, а во второй попытке, уже сам Шарль дает слепстрим Сэбу. Немец свою часть обязательства выполнил, а вот Манегаск, видимо растерявшись по ходу сумбурного разгонного круга, зачем-то пропустил Фетеля вперед и практически до самого конца не выходил вперед, тем самым заставляя немца постоянно замедляться и негодовать по радио. Так и не дождавшись подходящего момента, Сэп не успел пойти на быстрый круг и лишился шансов побороться за пол. Естественно, Фетель был крайне недоволен поведением Леклера, и по слухам, на брифинге после квалификации между ними произошел конфликт, а затем Шарль был вызван к руководителю команды, Матио Биното, для отдельного разговора. Чем все закончилось, пока до сих пор не ясно, однако реакцию Фетеля понять можно уже сейчас. Если вернуться к событиям Гран-при Бельгии, то никто не будет спорить, что Шарль завоевал свою первую победу не без помощи Себастьяна. Когда немца попросили пропустить своего товарища вперед, он беспрекословно подчинился этому приказу, даже несмотря на то, что сейчас его репутация находится под ударом. Понятно, что Манегаск рано или поздно все равно бы его прошел, но потерянного времени вполне могло быть достаточно для того, чтобы Хэмильтон сумел догнать его к концу гонки и в итоге вырвать победу. Ведь разница между ними на финише составляла меньше секунды, и начни, Сэп, хоть немного сопротивляться. Результат гонки мог стать совершенно иным. Поэтому он ждал, что и Шарль в нужный момент отплатит ему той же монетой, а в итоге получил вот такую подлянку. Как бы то ни было, Ликлер провел просто великолепную гонку в Монце, сдерживая два Мерседеса на протяжении практически всей дистанции. Он бесспорно заслужил эту победу. И, видимо, раздобрив своего руководителя в радиопереговорах после финиша, добился его прощения. Уууууууу! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на сегодня на этом все. Удачи!